Здравствуйте! С вами опять канал Деревенская жизнь на хуторе, дневник казачки. Вот посмотрите вот сюда, что у меня есть. Деревенские жители, подойди поближе, сразу узнали, что это требуха. Вот я вам собираюсь показать, что нужно вообще с ней делать. Ее продают... Поближе, а то звука не будет. Ее продают в магазинах, вот где мясо. Она уже такая вся беленькая. Вот чтобы ее так отбелить, с ней, конечно, возни много надо. Вот и обычно я этим не занимаюсь. Вот мы зарезали бычка в охотку, требухи да с лучком. Требухи да с лучком поесть, по-моему, никто не откажется, что касается деревенских. Даже те, кто в город переехал, вот на них обычно находят, они идут на рынок, ищут там требуху, кусок, он уже отмытый, и жарят ее с луком, конечно, ну, вкус, запах там специфический. Ну, деревенские жители как бы к этому привыкли. Но я считаю, что это достаточно вкусная вещь, если так в охотку. Но сначала, ты сюда теперь показывай, ее нужно разделать. Вот я ее режу на мелкие куски для удобства разделки. Вообще, конечно, лучше бы это делать в перчатках, потому что термонизм сейчас от рук будет. Вот эту вот верхнюю вот пленку надо снять, соскаблить. Вот она у меня два дня в воде полежала. Видите, она немножко начала соскабливаться. Требуха, кто не знает, это желудок коровий. Вот здесь вот трава, вот она наедает, вот такой пузырь получается, и вот здесь трава. Вот это вот надо соскаблить. Именно оно и дает вот этот вот запах. Но видите, вот в сыром состоянии она не очень соскаблиться. Кто засыпает соды, вот чтобы запаха не было, можно соды засыпать. А я там поставила кастрюлю воды. Сейчас она нагреется до кипения. И вот мы вот это дело завариваем, и тогда вот эта вот шкурочка, она более легко будет отходить. Сейчас я пока остановлю, потом когда кастрюлю воды принесу, я вот это ошпарю и покажу вам дальше. А вообще она, видите, вот надо выбирать, чтобы она такая жирненькая была. Ну и все, отчистим. Она такая жирненькая будет. Ну в общем, деревенские меня поймут. Я уверена на 100%, что деревенские жители поймут и оценят. Ну а городские, вот смотрите, так вот мы живем, требуху едим. У крестьян ничего не пропадает. Оставь пока. А, сама останови. На что нажать? На середину. Пока у меня там вода закипает, вот я один кусок более-менее отчистила. Сейчас возьмемся за другой. Вот я залила поочищенную требуху водой, кипятком. Сейчас она тут еще немножко полежит, и мы ее дальше будем чистить. И вот эта вся вот коричневая штучка должна с нее отойти. Вот, и в следующий раз я вам покажу ее уже в чистом виде. С обратной стороны требухи, вот после того, как ошпарили, вот эта пленка, ее нужно просто содрать. Она хорошо снимается. Мне вот показывать неудобно, но она снимается хорошо. Вот так берешь и вот так раз. В общем, она таким прям пластом отходит. Вот она, готовая требуха. Я ее как могла почистила. Конечно, времени это занимает долго. Вот сейчас она еще немножко отмочится. И нужно ее ставить варить. Варить до готовности. Но где-нибудь, знаете, в таком месте, на улице, если у вас есть улица, или там в кухне, потому что запах специфический все равно будет. Не всем он нравится. После того, как это все сварится, нужно ее достать из бульона, чтобы он стек, порезать и обжарить с луком. Ну, не знаю, это будет такое специфическое блюдо. По мне так вкусное. А вам предлагаю попробовать.